спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы вантовый мост бетонкура существует всего четыре года а петербургцы консервативный народ до сих пор многие водители притормаживают если предложить найти им этот мост на карте а некоторые вообще не слыхали о его существовании по крайней мере не знают правильное название между тем это сооружение возвышается над петровской косой старой спортивной меткой города сейчас ее затмил крестовский остров с его новостройками нового старого петровского есть чем ответить один из новейших козырей района скейт-плаза под мостом бетонкура которая так обычно и называется бетонкур плаза роскошный спот в историческом центре невероятно но факт если и было на островах место куда можно было втиснуть такой большой парк отдыха обалов и горок так только здесь на скейт-плазе есть условия не то что для тренировок а для соревнований различного уровня есть стандартные элементы для начинающих а также профессиональные склоны особенно конструкторы гордятся обширной зоной отдыха ведь именно этим при создании российских спотов очень часто пренебрегают что там часто практически всегда причем скамни деревянные что особенно важно для россии и петербурга в частности это в сан-франциско во всяких калифорниях можно в любую погоду сидеть на перилах или бетоне хоть на земле а у нас полгода бывает холодновато так что лучше деревянных сидушек сложно что-то придумать зоне отдыха есть даже мини веревочный парк паутинка которую сейчас ставят на всех хороших детских площадках то есть мы дожили до того момента когда петербуржец может прийти в скейт-парк со своим собственным ребенком прогресс однако обычно на скейт-плазах всем экстремалам приходится тренироваться в перемешку поскольку места и выделенных секций нет или почти нет под мостом бетонкура хватило пространство для отдельной дорожки под велосипедистов bmx там они могут разгоняться на полную никому особо не мешает центр всего комплекса то что у райдеров называется пул то есть бассейн глубокая выемка похожая на дно осушенного водоема по сути это она и есть именно с таких штук началась массовая скейт-культура американские юноши гоняли в настоящих дворовых бассейнах со спущенной водой а потом уже перешли на улице здешний пул довольно коварный так что при прохождении его стоит озаботиться шлемом мы знаем что у многих скейтеров роскошные длинные волосы но поверьте шлем защищает гораздо лучше само собой есть перила дуги и ступени специально сделаны чтобы по ним можно было разгоняться как раз на здешних длиннющих перилов получаются самые мощные видео для соцсетей они настолько протяженные что за время проезда по ним скейтер успевает присесть на доску и чуть ли не позвонить маме на смартфон сказать что с ним все в порядке а потом спрыгнуть все это в центре города так что сюда можно добраться после работы или наоборот прибыть утром выходного дня а потом гулять по набережным сколько угодно самос бетанкура тоже подходит для прогулок но скорее на велосипедах или самокатах пешеходы обычно выбирают крестовский остров и его окрестности если вы знаете что такое книжка его рай вам не стоит пропускать это место хотя о чем мы говорим наверняка вы его уже знаете у плаза бетанкура давно сформировалась обширное сообщество соцсетях трюки сделаны здесь регулярно выкладываются на общее обозрение возможно это лучшее место петербурга чтобы вдохновиться экстримом начать тренировки и дойти до высокого уровня либо просто полюбоваться на тех кто этим занимается и